Итак, начинаем работу. Кладём на стекло нашу выкройку. Вот она. На неё накладываем органзу. Слой органзы. На органзу накладываем атлас. Всё прекрасно расправляем. Включаем свет. Свет у меня уже включен. И начинаем работу. Я немножко приварила краешки ткани, чтобы они не сползли. И начну работать. С самого начала надо очень аккуратно. В принципе, начать можно с любой части. Но я начну вот с плечика сверху. Здесь просто обводим всю нашу схему по краю. Но опять же надо делать так, чтобы ткань не топорчилась. А расправлять её очень аккуратно. Я начну вот с нижней части с фистонов. И хочу сказать, что большие кустки ткани нам не нужны. Вот для удобства полностью вот вырезают именно ту часть, тот кусок, который необходим. Вот лишнее всё надо просто обрезать. Для вашего же удобства. Вот. То есть сейчас наша задача просто выречь всё по краю. и опять же не на всём участке притяжении нашего нашего рисунка можно это делать, а вот только ту часть, которая вот у меня сейчас вот здесь вот лежит на столе. Потому что обратная часть она у меня внизу там. Вот. Вот до сих пор вот эту часть. теперь смотрите, я перехожу на нижнюю часть, вот так расправляю всё. И перехожу на нижнюю часть и аккуратненько вот так прохожусь по нижней стороне. опять же расправляем всё очень-очень аккуратно. чтобы не было складочек вот здесь вот внутри. вообще такую большую вещь я признаю делаю первые. Я ещё вот не делала такие. Я делала жилетики, но не с таким уж стилем вот кружевным орнаментом. Делала жилетики в технике гелиширования, но вот такой такой болеро делаю первый раз вместе с вами. мне со мной даже очень интересно что из этой затеи получится. Получится это обязательно конечно, но просто хочется поскорее узнать что же это будет заболеро. все ровненько здесь главное все выжигать по линии не заходить ниже только вот по контуру внешнему и все вот так мы с вами вырезали теперь вот часть вот эту нижнюю можно все снять вот так вот видите с одной стороны мы с вами все сделали эту часть я не буду снимать вот а здесь вот так теперь нам нужно все выжечь все что внутри выжигаем только вот это вот бреды мы не трогаем бреды это будет уже основание нам нужно выжечь только смотрите только вот эти вот тоненькие полосочки которые составляют вот такой кружевной рисунок и вот на таких вот фестончиках это вот фестоны называются вот сейчас я вам покажу их вытащу вот что у нас получается вот видите то есть мы выжигаем только и вот здесь вот не буду все-таки отрывать так все удобно вытаскиваем оно уже все прилегает немножко схватывается со схемкой и так удобнее работать вытаскиваем вытаскиваю только для вас вообще обычно не вытаскиваю чтобы вам было видно где мы уже отработали вот я думаю что вот как вот эти фестончики вырезаются вы уже поняли вот верхние фестончики вот здесь вот на этой части более ровно с вами вышкли и то же самое сделайте на нижней части теперь я вам покажу как выжигаем дальше а дальше мы идем смотрите вот главное нам тут не потерять лишнее не выжечь все идет по рисунку я не могу сказать полностью видно ли вам но даже вот заснять этот процесс достаточно сложно хотя я тут и увеличивала наши рабочие поверхности тем не менее я не очень уверена что вы видите вот полностью смотрите здесь вот у нас две линии не совпадают как же так вам показать вот смотрите они идут видите вот они идут вот можно сказать параллельно но я вот в этом месте так как они достаточно длинные я в этом месте все-таки их соединю сейчас я вам покажу просто я не про не прохожу полностью а чуточку оставляю место чтобы чтобы было соединение между верхней вот этой полоской и нижней вот такой вот вот можно конечно это не делать но я все-таки считаю что для более такого крепления хорошего лучше все-таки это сделать вот я тут опять же вот эти внутренности открепляю чтобы вам было понятнее что я делаю опять же что касается бритв внутри мы здесь ничего не трогаем вот видите теперь здесь опять же видите вот они немножко у нас здесь по рисунку не касаются но мы делаем касание здесь же понимаете вот эта схема это схема вышивки это полагодская по-моему кружева насколько я понимаю вот а кружева там совсем другая техника и там вот соединение оно делается совсем по-другому оно делается нитками оно делается иголкой а здесь здесь мы делаем все выжигателем да паяльником вот каким образом поэтому здесь вот немножко прежде чем вот выжечь какую-то деталь посмотрите как она какая она то здесь нам нужно иметь полностью чтобы она была полностью все линии закрывались вот растреугольник он должен вот здесь в этом месте закрыт если вот такая овальная часть она тоже должна быть полностью вся вот эта деталь она полностью должна быть закрыта Так, теперь вот здесь, здесь вот соединение сделаем, видите, здесь оно не соединено, мы сделаем соединение и вот так вот закроем все, видите, то же самое здесь вот наша деталь, кстати, вот тут нужно и бриды, фестончики дальше доделать, раз уж эту часть мы уже закрываем, она у нас уже практически готова, вот здесь на плече, поэтому и фестоны мы также обрабатываем, и вот что у нас получается, вот так вот эту часть мы с вами уже сделали, теперь потихонечку вот так к свету поворачиваем нашу работу и идем дальше сжигать, вот листики пошли, все что внутри листа мы берем вот так и убираем, потому что внутренняя часть это будет основание, вот когда мы будем работать с основанием, с подкладочной нашей ткани, вот тогда мы будем работать с внутренностями, а сейчас нам главное полностью раскрыть наш ажурный рисунок, так, да, кружевной рисунок, я думаю, вы должны и видеть, здесь достаточно хорошо прорисовывается, ну, тем более, тут увеличенный размер, ну, что в увеличенном размере, вы можете, оно может казаться, что здесь не так все аккуратно, на самом деле, здесь все очень даже аккуратно, просто под увеличительным стеклом все кажется хуже, чем есть, на самом деле, но зато видно, вот здесь вот у меня небольшая шестка получилась, и вот когда у вас такие моменты, надо прям раз, вот так вот, все, и убираем, вот, вот, не забываем про соединение, все элементы должны соединяться между собой, вот таким образом, видите, мы уже сколько выжгли, вот здесь сейчас я вам покажу, вот этот орнамент, и думаю, что далее вы уже сами сможете это делать самостоятельно, вот, главное, вы запомнили, все элементы должны быть полностью, ну, то есть, линия, где начинается, там она должна и заканчиваться, закрытой, там, где нет соединения, вы его делаете самостоятельно, в том месте, где считаете нужным, то есть, это зависит от вас самих, не от кого-то, вот здесь вот. А. 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 вот так теперь это все убираем практически центральный цветок мы вырезали осталось несколько лепестков и лишняя часть вот эта большая деталь она здесь ни с чем не соединяется поэтому мы соединяем ее в самом тонком месте вот так теперь вот здесь по краю опять же соединяем соединение которого не было делаем вот здесь а здесь уже все соединяется уже по рисунку все это часть мы сделали пускаемся чуть ниже и опять раз два аккуратненько все убираем так у нас вот интересная интересная вот вещь здесь очень-очень длинная такая полоска которую мы также и здесь вот дальше идет лепесток вот этот лепесток давайте мы соединим вот здесь немножко делаем соединение да и вот эту часть мы выделим просто без этого соединения эта часть была бы очень-очень длинной а мы сейчас ее сделаем покороче и вот дальше она как идет вот видите вот сюда идет опять же здесь нет соединения мы сделаем соединение дальше когда будет это лежать на основе мы это соединение в принципе можем убрать но сейчас оно необходимо просто для лучшего скрепления ткани рисунка как видите здесь ничего сложного нет наш выжигатель используется как обычная ручка мы ведем вот так и все просто ткань очень легко режется вот эту часть смотрите видите я ее не хочу снимать сейчас с основания ну потому что если я сейчас сниму будет дальше не очень скажем удобно а тут она у меня прям вместе слилась со схемкой и дальше удобнее просто так вот растягивать и дальше работать но систему я думаю вы поняли и теперь полностью все что касается